Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Читоки, а меня зовут Елена, и сегодня у нас у меня необычное видео, это не распаковка кучи ароматов, да, там, как я люблю делать, а распаковка всего лишь одного единственного аромата, как вы уже видите по пакетику, из магазина Молекула, который у нас открылся в Казань, в ТЦ Казань Молл. Вот, я, в общем, для тех, кто не подписан на меня в Инстаграме, расскажу, кстати, надо подписаться обязательно на Инстаграм Читоки, внизу под видео все указано, переходите, там очень много разных обзоров, как косметики, так и парфюмерии я делаю, обычно все выкладываю в сториз, в актуальном вы можете посмотреть распивы, распродажи и так далее, в общем, все увидите в Инстаграме, поэтому прошу подписаться. Так вот, для тех, кто не подписан в Инстаграме, рассказываю такую небольшую историю, недавно я решила сделать очень большую опять тотальную зачистку шкафа, то есть продать очень много ароматов, на то были свои причины, и я решила для себя как бы распределить деньги, которые я выручу с продажи этих флаконов, какую-то, ну, хорошую сумму потратить на новый аромат, причем не просто, знаете, на какой-то, а какой-то вот прям стоящий, дорогой, красивый, и чтобы это была прям хотелка, что-то, что я очень давно хотела, но не могла себе позволить. И остальную сумму просто отложить, вот, либо на какие-то мелкие расходы потратить, ну, и, естественно, на ближайший отпуск, который все-таки у меня случится этим летом. И, в общем, выручив какую-то сумму с распродажи, я потратила ее, ну, часть, опять же, собственно, на вот эту вот покупку. Сейчас покажу поподробнее, обязательно распакуем, расскажу, что, как и почему. Здесь у меня, кстати, торчат два блоттера, у нас в магазине Молекула, они, кстати, до сих пор пахнут, представлены ароматы Клайв Кристиан. Я давно хотела с ними познакомиться, и заинтересовали меня когда-то еще давно-давно, когда я была в Сочи, несколько лет назад, там, в одном из парфюмерных бутиков, я познакомилась с двумя ароматами Клайв Кристиан, как-то они называются Kiss & Jump, там их два с одинаковым названием, но в них есть какие-то приписки, в общем, Kiss & Jump 1 там и 2. Вот, я их нанесла на блоттер, что я хочу сказать, я немного разочарована в том плане, что флакон этого аромата стоит 50 тысяч, по-моему, по акции мне что-то сказали, он минимально стоит 35, что ли, вот, то есть раньше, когда я в Сочи их слушала, мне это казалось просто пределом какого-то совершенства, супер, там, не знаю, парфюмерным искусством, сейчас я понимаю, что это довольно стандартные восточные ароматы, которые не вызывают у меня уже каких-то там трепещущих эмоций, просто они обычные, они классные, конечно, стойкие, шлейфовые, очень такие гармоничные, очень красивые, но такие деньги, ну, не знаю, мне сложно сказать, один тут, по-моему, то ли с вишней, то ли с черешней, они похожи чем-то по стилю для меня на амуажи, но амуажи в разы дешевле, ну, в общем, не знаю, я не заценила, второй раз на меня они такого впечатления уже не произвели. Окей, хотела бы обратить внимание на упаковку, как запаковывают, да, вот все-таки молекула, ну, это сервис, куда, да, как бы вы не хотели упираться, что хочется всегда искать что-то подешевле, побюджетнее, да, хочется найти всегда повыгоднее, но когда вы сталкиваетесь с таким сервисом, я не знаю, устоять очень сложно. Во-первых, действительно очень чуткие консультанты, ну, у нас именно в нашей молекуле в Казани, которые не смотрят на тебя, как на нищеброда, да, в чем бы ты ни пришел, всегда уделяют внимание, спрашивают, ходят, подсказывают, и когда они в 90% случаев понимают, что ты все равно уйдешь, ничего не купив, магазин, да, как бы, понятное дело, очень достаточно небюджетный, они все равно уделяют много внимания и никогда не оставляют покупателя одного там ходить, бродить, и никогда не смотрят предвзято, вот. Здесь вот так вот было заклеено, заклеено, прикреплен чек, мы его опустим, я его даже не хочу смотреть, положили здесь какие-то мне подарки. Первое, это специальное предложение на весь ассортимент, вот такую мне дали карту, подарок. Единая коллекция инновационных продуктов для сна, система Togas Innovation. Не знаю, что это такое, вряд ли оно мне понадобится, я, насколько знаю, это очень дорогой магазин. И вот здесь запакована вот в таком конвертике, собственно, лежит мой аромат и куча пробников. Что мне нравится в магазине Молекула, дают всегда очень много пробников. Не просто дают, а разрешают выбирать, то есть говорит консультант, сколько пробников можно выбрать, и я лично сама выбирала те пробники, которые я хочу послушать. Здесь еще мне бумагу, напшикали ароматом Body Paint от Wilhelm Parfumerie, то есть когда уходишь из магазина, они спрашивают при упаковке, какой бы аромат вы хотели, чтобы нанесли на бумагу, можно выбрать любой. И они вот пропитывают бумагу этим ароматом. Так, открываем фирменную бумагу, здесь вот она, гора моих пробников, мы сейчас о них с вами тоже поговорим. Здесь я пока поставлю, пора задорить, да, любопытство, хотя уже и видно, что это, вот этот вот флакончик. Может быть, давайте посмотрим, что за пробники, мне все-таки интересно, что за ароматы я тут понавыбирала. Первое, это Диптик, вот такой аромат О'Капиталь. Я превращаю уже видео с распаковки аромата, который я купила в Молекуле, на просто какой-то обзор пробников. Но очень интересно вместе с вами послушать, что за пробники, потому что три из пяти для меня незнакомые ароматы абсолютно. Это вот это О'Капиталь. Давайте я ее сейчас нанесу. Ой, так. Какой-то цветочно-травянистый медовый аромат. Мне его посоветовали консультанты, сказали, что это какой-то знаковый аромат марки. Я почему-то раньше с ним не была знакома, а он оказывается какой-то суперзнаковый. Пахнет какой-то водяной лилией и цветами. Еще розой. Знаете, как будто бы роза, водяная лилия и мед с медом. Я не скажу, что мне нравится. Я такие ароматы обычно не ношу. Он какой-то типично цветочный. Сейчас вот очень много розы чувствуется. Роза с какой-то зеленью. И все в меду. Вот какие-то медовые цветы. Я такие ароматы обычно ношу очень редко. Вот такой вот аромат Вильгельм Парфюмери Стокгольм 1978. Я со многими ароматами бренда не знакома, но именно этот не знаю. Поэтому попросила его положить мне для знакомства. Давайте сейчас по-быстрому нанесу. Ну, это тоже... Слушайте, что-то ладанное. Что-то ладанное прям. Не знаю, есть ли там ладан, но мне прям пахнет чистым ладаном. Очень похоже на кафтан чем-то от Ивсен Лоран. Но кафтан он слаще. Там больше сладости ванильной вместе с ладаном бобов тонка. Здесь просто ладан с какой-то зеленью. Не знаю, может я ошибаюсь, но мне пахнет ладаном. Хороший аромат. Слушайте, если бы стоило более доступно или как-то вот найти в остатке. Красивый. Типичный унисекс. Не скажу, что он женский. Он прям типично унисексовый. Но красивый, красивый. Прям красивый ладан я чувствую. Это такие первые впечатления. Посмотрим. Посмотрим, как я еще поношу. И что будут за впечатления у меня потом. Фида Берлин. Лютанца. Незнакома, к сожалению, к моему, наверное, стыду. С берлинской девой я не знакома. Я знаю многие ароматы бренда. У меня несколько ароматов есть. Не скажу, что я фанат Сержа Лютанца. У меня есть 4 аромата и с меня хватит. То есть не было такого, чтобы я в какой-то еще аромат влюбилась. И очень сильно его хотела. Вот единственное, вот сейчас покажу там два пробника. Вот тот аромат, который у меня в пробнике, я хочу себе в полноразмере. Так, берлинское дело. Ой, ну здесь роза, слушайте. Вот марка в целом Сержа Лютанца не моя. Но у меня не вызывает такого щенячьего восторга, как у многих. Опять же повторюсь, вот 4 аромата у меня есть. И ну, просто вот не моя. Роза с каким-то металлическим потоном, с небольшой помадностью. Такая, знаете, густая, красная, маслянистая, чуть ли не болгарская роза с металлом и вот прям маслом пахнет. Розовым маслом. Не знаю. Я, честно сказать, мне не очень. Ну и аромат, который я попросила целых два пробника, это здесь у меня Буа Ваниль, ванильный лес. Я, честно сказать, аромат-то этот уже и не помню. У меня никогда не было от Леванта. Я один раз его тестировала, когда он еще стоял на полках у нас в магазине. К сожалению, он снят и его на полках у нас уже нет. Помню, бешено понравился, очень хотела, в свое время не купила, а сейчас он стоит просто невероятных денег. Поэтому, наверное, я его в ближайшее время и не приобрету, потому что очень он сильно подорожал. Последний раз, когда я видела флакон новый, он стоил порядка 13 или 15 тысяч за 50 миллилитров. Ну, это, конечно, да. Это ваниль-карамель, это булочки какие-то, чем-то похожи на Жодопо. Какие-то отголоски есть. Нет, они не то, чтобы похожи, но Жодопо мне нравится больше. Здесь более плоская сладость. Вот Жодопо, она все-таки более интересная, более нишевая. А здесь она более плоская. Ну, красивые, конечно, такие, знаете, какие-то карамельная помадка какая-то, что-то вот такое карамельное. Красиво, мило. Но вот сейчас я даже уже не знаю, нужен ли мне флакон вот этой вот милоты. Ну, как-то так, знаете, как-то так. И теперь, собственно, сам герой обзора. Это House of Food. Аромат называется What About Pop. Это, ребята, идеальнейший, самый классный, который я только не встречала в своей жизни, аромат попкорна. Ну, не просто попкорна. У меня был попкорн от Диметр. Это очень плоский такой жареный маслянистый аромат, который, ну, дешево звучит. Здесь же это попкорн, который обрамляет очень интересную ноту цветок ночного циреуса. То есть, вообще, основная идея этого аромата как раз заключалась вот в этом вот цветке, ночной цветок циреуса. Но парфюмер решил, что как бы это очень скучно, и нужно чем-то интересным, таким, знаете, модным обрамить вот этот запах от необычного цветка. И добавил туда вот ноту карамельного попкорна, ноту соленой карамели. Здесь пирамида очень интересная. Попкорн, карамель, боярышник, взбитые сливки, мадагаскарская ваниль, цветок ночного циреуса, лебеновое дерево, бензоин, серая амбра, мускус и мадагаскарский ветивер. Пирамида классная, звучание. Я пыталась найти что-то похожее. Ну, по цене как бы это достаточно кусается, да, пыталась найти какую-то замену, но, к сожалению, у меня не вышло, нет похожих. Вот даже я, когда смотрю на фрагрантики, похожими ставят, ну, попкорна Диметра, который я считаю совсем не похож. Я не могу достать, достать не могу коробку. Так, вот. Ой, давай. Ну, давай. Так. Во. Вот, вот так это делается. Па-бам. Вау, смотрите, какая красота. Посмотрите, какая красота. Как мило это все выглядит. Здесь какая-то вот книжечка нам еще дана. Там надо читать. Читать сейчас не будем. 75 миллилитров. Вот такой вот прелесть. Он даже выглядит, флакон, да, как будто бы попкорн. То есть вот он такой гладенький, выкрашенный в цвет попкорна. И даже такие пузырики, видите, сделаны. На самом деле аромат уже из новой коллекции. Насколько я знаю, все ароматы этого бренда, точнее флаконы, расписывают вручную. То есть это ручная роспись. Честно сказать, он такой легкий. Даже не скажешь, что тут 75 миллилитров. Такое чувство, что здесь намного меньше. Он тяжелый за счет вот этой, конечно, подставки. Раньше, кстати, подставка была очень фигурная такая с рисунком. Сейчас она просто вот такими волнами. Слушайте, страшно так. Мне кажется, что он так легко может выпасть из этой подставки. Взяла блоттер. Я прям, прям, я его знаю. Я его уже и на себе носила. И приходила в магазин, много раз тестировала. Но, ох, ребята, это просто, это просто, это что-то. Это на старте прям вот действительно карамельный попкорн. Пахнет очень жареным, жареной вот этой кукурузой с соленой карамелью. Прям бомба. Вообще, не знаю, мне так нравится. Ну, конечно, это сама нота попкорна держится не очень долго. Она буквально через полчаса уходит. Я не знаю, как пахнет вот этот цветок ночного циреуса, но сливки, ваниль, бензоин. Это все так классно играет. Иногда проступает какая-то нота. Многие, кстати, пользователи фрагрантики жалуются, что проступает какая-то немножко горьковатая травянистая нота, которая мешает. Мне не мешает. Вот если бы было без этой ноты, это была бы какая-то бесцельная, просто обыкновенная гурманика. С этой нотой это красивый многогранный аромат. Хоть и с такой игривой нотой вот этого соленого попкорна, но он не скатывается в банальщину, он не скатывается в дешевую гурманику. За счет как раз он держится на уровне вот этого вот цветка, скорее всего, который его вытягивает и дает игривости под тон вот этому аромату. Интересный, завлекающий. Ну, стойкость здесь просто феноменальная на сгибе локтя. Я его чувствовала из-под одежды просто весь день. Один пшик, который я сделала в магазине. И потом, даже после душа, это место все равно продолжало пахнуть ванилью и вот этим вот попкорном. Но я не знаю, ребят, если вы такой же гурман, в плане любитель гурманских ароматов, как и я, мне кажется, это вот просто. Еще, кстати, в этой коллекции новой есть аромат Glazed, по-моему, он называется красный такой флакон. Он пахнет глазурью тортика. Тоже очень классный гурманский аромат, но этот, конечно, вне конкуренции. Вообще, марка House of Food, она очень-очень моя, то есть мне очень нравится много там ароматов. Я хочу еще себе в коллекцию обязательно приобрести Day Delights. Я бы была не против аромата Almond Harmony. И вот в целом концепция аромата, она мне почему-то очень близка. В общем, пока я в восторге, конечно, это, можно сказать, такие поверхностные впечатления, потому что я буду его еще, естественно, носить, разнашивать, но они пока еще очень поверхностные. Хотя я его много раз заходила в магазин, наносила, но никогда не носила полностью, да, чтобы им политься и выйти куда-то. То есть обычно наносила на сгиб локтя и кайфовала. Поэтому более подробный потом, когда-нибудь я сложу впечатление, возможно, в Инстаграме напишу об этом аромате пост. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Все, на сегодня все, я закончила. Всем спасибо, всем приятных парфюмерных покупок. И всем пока-пока-пока!